Друзья, всем привет! Вы находитесь на Криптокухне. Здесь я рассказываю о своем пути к финансовой независимости. Сегодня первый выпуск рубрики Insight. В этой рубрике я решил рассказывать о каких-то инвестиционных идеях и возможностях нестандартного заработка на фондовом рынке. Сегодня мы поговорим об одной малоизвестной компании с тикером ASPS. Эта компания зарабатывает в тот момент, когда рынок недвижимости падает. Как она это делает, сейчас я вам расскажу. Для начала заходим на Yahoo финансы и смотрим на профиль компании. ASPS компания сейчас торгуется на уровне 12 долларов 42 центов. Дивиденды не платят. Fair Value показывает, что компания переоценена. Да, когда вы находите такие интересные идеи, нестандартные решения, то смотреть на стандартные метрики не имеет никакого смысла, потому что такие компании, их невозможно отследить по какому-то вот такому критерию, типа Fair Value или посмотреть на финансовые отчетности, потому что эти компании обычно работают циклично. Что значит циклично? Если мы посмотрим в 2013 году, акции данной компании торговались на уровне 160 долларов за акцию. Сейчас они предлагаются за 12. Еще в начале года они торговались за 20. Что же произошло с этой компанией? Она разорилась или у нее настали какие-то проблемы? Не совсем так. Если мы зайдем на сайт данной компании, почитаем о том, чем она занимается. Сейчас я переключу на русский язык. Эта компания является лидером в предоставлении услуг и технологий для отраслей ипотеки и недвижимости. То есть данная компания тесно связана с ипотечным кредитованием, недвижимости и различного жилья. И один из факторов, который интересует нас сейчас, это аукцион выкупа услуги. На самом деле не совсем понятно, потому что я читаю на английском. Да, все правильно, это оно. Что мы предлагаем? Компания специализируется на управлении стратегиями отчуждения для просроченных портфелей с акцентом на увеличение подверженности аукционам. Ну, если перевести с русского на русский или с английского на русский, то эта компания занимается продажей недвижимости, просроченной недвижимости по кредитам. То есть люди перестают выплачивать кредиты за свои дома и через данную компанию эта недвижимость начинает продаваться. То есть эта компания начинает зарабатывать большие деньги только в тот момент, когда появляется огромное количество неплатильщиков по кредитам. Мы знаем все прекрасно ситуацию, которая сейчас творится в мире. Уровень безработицы в США, состояние экономики, госдолг. И в принципе ситуация весьма нестабильна и есть большая доля вероятности. В принципе сейчас уже какой-то тренд к этому намечается, что большое количество невыплаченных кредитов по квартирам, по домам может появиться в ближайшее время. И уровень этих невыплаченных кредитов может расти с каждым днем. Если мы посмотрим еще на один интересный график, это динамика роста компании относительно ее годовых заработков. Зеленым отмечены заработки компании, то есть рост заработков компании. А черным отмечен реальный график акции этой компании. Если мы посмотрим на года, когда все это происходило, если вы помните кризис 2008 года, ипотечный кризис, то именно в этот момент данная компания начала расти. Почему здесь есть опоздание? 9-10 год, то есть она росла, она не так эффективна. Пик пришелся получается на 12-й год, на 13-й даже. Все потому, что аукционы с недвижимостью, они не происходят мгновенно. То есть если человек перестает платить за ипотеку, то есть определенная отсрочка. Банк дает человеку возможность отсрочить платеж, потом дает ему возможность как-то перефинансировать этот платеж и так далее. То есть банку очень невыгодно, чтобы человек просто взял и перестал платить свой кредит. Соответственно, эти разбирательства могут тянуться годами. Соответственно, если человек перестает платить, то это отдается в суд. Это тоже идет судебные тяжбы и так далее. Из-за этого вот эта проблема с выплатой по кредитам на недвижимость, она растягивается на года. Соответственно, кризис у нас бахнул в 2008 году, а полностью вот эта вся волна от этого кризиса докатилась аж до 2012-2013 года. Именно в этот момент акции этой компании торговались на самом пике. То есть она зарабатывала больше всех, это видно по реальным заработкам, видно по зеленому графику. Ну и график цены сильно пережал график заработков, то есть компания была весьма переоценена в тот момент. И сейчас, если мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, которая происходит сейчас, да. И дальше, 15-й год, 16-й год, цены акции резко упали из-за того, что рынок недвижимости вернулся на свои круги, упал процент по ипотечным кредитам. И в принципе все вернулось в нормальное русло. Соответственно, у таких компаний, которые занимаются распродажей вот этого неликвидного жилья, аукционами, с этого зарабатывает, нечем стало просто заниматься. Соответственно, цена данной компании серьезно упала в тот момент и колебалась в районе от 23 до 32 долларов, начиная с 2015 года и до недавнего времени до 2019 года. Заработки этой компании, если мы посмотрим здесь, начиная с 2015 года, они отрицательны. Из-за этого Yahoo Finance нам говорит, что компания переоценена. То есть мы видим, что минус 3% годовых, да, минус 3-4, то есть компания теряет, теряет, теряет. И в 2020 году тоже прогноз неутешительный. Хотя этот прогноз, он может поменяться, это всего лишь какая-то отгадка программы, как будет продолжаться тренд в зависимости от того, что было до этого. Но уже сейчас мы видим, что график начинает переламываться. То есть, когда компания была недооценена все это время, в этот момент, вот буквально совсем недавно, после начала роста рынков, то открытие бизнесов и повышение уровень безработицы в США и в других странах, то мы видим, что график начал резко подниматься. За последнее время, если мы посмотрим, допустим, последний месяц, то компания в среднем от 6-7 долларов уже сделала почти 100%. То есть она сейчас находится на пике за последний месяц, то есть она выросла в 2 раза почти уже за месяц. Если мы посмотрим на более длинный срок, на годовой график, то здесь видно, что минимум до 20 долларов она должна дорасти в ближайшее время. Но если ситуация с недвижимостью повернется и станет такой, какой она может быть с этими кредитами, с тем, что люди перестанут их воплачивать, то мы можем вполне увидеть что-то подобное. Я не говорю, что она будет стоить 160 долларов, но какой-нибудь средний уровень в районе 60-70 долларов она может стоить вполне уже в ближайший год-два. Поэтому это очень интересная такая инвестиция. Это их презентация по результатам первого квартала 2020 года. Здесь они рассказывают, что первый квартал они закончили с кэшем в 120 миллионов долларов, то есть у них лежит в кэше. И с долгами в 173 миллиона долларов, что на 30% меньше, чем в марке 31 марта 2019 года, то есть год назад. Также они избавились от бизнесов, которые неэффективны, которые тянут их вниз и здесь они везде об этом упоминают. Результаты финансовые, отрицательные и не очень хорошие, но мы сейчас находимся на самом дне этой акции, на самой нижней точке и от нее можно расти только вверх. Если мы посмотрим на их программу по работе во время коронавируса COVID-19, то мы видим, что в долгосрочной перспективе все эти ситуации, которые крутятся вокруг кредитования жилья, они должны привести к бурному росту этого актива. Также они указывают в презентации, что за последнее время, 2014 года, за 6 лет, количество, объем долгов этой компании сократился на 50%. То есть они очень активно занимаются раздачей долгов и выплат долгов банкам или тем, кто их занял им. У меня у самого в этом активе нет никаких позиций, так как я собираю дивидендные портфели, а данный актив не выплачивает дивиденды. Но те люди, которые ищут недорогие акции, которые очень хорошо подходят для спекуляций, краткосрочных, примерно в рейнже 2-3 года, то стоит обратить внимание на данную компанию, изучить ее более подробно. И вполне возможно, мы в ближайшее время, год-два, увидим возврата к показателям около 60 долларов, что сделает вам 4-кратный, 5-кратный прирост ваших вложенных средств. Я надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если вам такая рубрика с инсайдами зашла или с какими-то бизнес-инвестиционными идеями, то напишите в комментариях плюсик или какое-то слово, и я буду знать, что данная рубрика вам зашла, и буду делать их почаще и побольше. Не забывайте также подписываться на нашу группу в Телеграме, а мы увидимся с вами в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока-пока.